Добрый день дорогие, чуть было не сказал радиослушатели, настолько уже отвык от телевизионного эфира. В телевизионном эфире национального телевидения программа «Подворье». Новая замечательная программа «Подворье», которую по очереди будем вести мы, журналисты Дмитрий Аргунов и Дарья Анкехова, которые сейчас за кадром. И поскольку я мужчина, я домовладелец, я очень серьезный домовладелец, я бы хотел рассмотреть те аспекты домовладения, которые чисто мужская прерогатива. Это какие-то технические моменты, обеспечение, благоустройство, отопление, строительные какие-то вещи, разбор инструментов, что мне будет очень интересно на самом деле. И сегодня мы, если выражаться очень так неформально, сели на хвост замечательной газовой компании «Саха Транснефтегаз». Конкретно управление газораспределительных сетей, представители технического отдела и службы тех присоединений, которые сегодня с нами в эфире. И мы в гостях у замечательного домовладельца Леонида, у которого идут как раз работы по газификации. Мы позже затронем обязательно аспекты от апрельского послания президента страны по бесплатизации присоединения газа для населения страны. Но сейчас хотелось бы рассмотреть аспекты, когда у Леонида существовал старый дом, мы сейчас пройдем вовнутрь. Там стоял котел КЧН, он решил поставить новый дом, новый дом мы тоже посмотрим, и поставить там котел совершенно другой марки и так далее. И все регламенты, все моменты, что следует делать домовладельцу, какой алгоритм действия, об этом мы сегодня поговорим еще раз. Говорю с представителями УГРС «Саха Транснефтегаза», это служба тех присоединений Николай Петухов, и технический отдел, это Алена Штоль. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, чувствуйте себя очень свободно, вольготно. Давайте мы поговорим просто как человек с человеком, как гражданин с гражданином. Ну, адрес такой вот замечательный, мы находимся в поселке Марха, в котором, Алена, существует некий определенный дефицит газа. Я живу на покровском тракте, и у меня из-за дефицита газа тоже, ну, как бы карус чуть не случился. Давайте мы поговорим, из-за чего это складывается, и как компания будет ликвидировать вот образовавший дефицит газа. Ну, давайте. В настоящее время у нас порядка 34 районов в городе Якутске, город Якутск, где наблюдается дефицит пропускной способности. Это связано с тем, что многие годы отсутствовала схема газонабжения. Газонабжение осуществлялось хаотично, в основном за счет средств граждан. Это привело к понижению, снижению давления диаметра в сетях, ну и, как следствие, давления в газопроводе. Мы пришли к дефициту пропускной способности. В настоящий момент в рамках федерального закона газонабжения, в рамках постановления правительства 609-го, городской округ город Якутск занимается разработкой схем газонабжения и разработкой и включений, и разработкой программы газификации. Городской округ заключил государственные контракты с проектными организациями на разработку схемы газонабжения. В настоящее время, уже в 2020 году утверждена схема газонабжения высокого давления. Данную схему разрабатывал проектный институт Якутгазпроект. В настоящий момент в рамках, опять же, государственного контракта разработка схемы газонабжения занимается Санкт-Петербург по низким сетям и средним давлением. Занимается петербургская фирма G-Динамика. Уже разработан первый этап схемы газонабжения. Он утвержден буквально в апреле 2021 года распоряжением окружной администрации. По результатам схемы газонабжения, мероприятия будут включены в программу газификации. Определены мероприятия, источники финансирования, сроки строительства. Схема программы газификации будет включать как строительство новых сетей на неохваченных районах, так и реконструкцию существующих сетей. Что касается Сахатранснефтегаза, со своей стороны мы также занимаемся реконструкцией техперевооружения изношенных существующих сетей, принадлежащих Сахатранснефтегазу. При этом реконструкцию техперевооружения мы выполняем с учетом уже утвержденной схемы газонабжения, то есть диаметр строим уже большего размера. С неким запасом? С неким запасом, да, согласно схем. А вообще много частных сетей осталось по городу Якутску? Нет, вообще эта проблема у нас существует, частные сети у нас, естественно, есть, но очень много сетей, которые были частные в свое время, город признал уже безхозяйными сетями, и диетра работа в этом направлении. Частные сети тоже существуют. Это у всех ресурсников получается такое, то есть были в свое время частные, кто-то провел, скажем так, участок примерно 180 метров, есть несколько выводов. Потом собственник пропал, город признает это бесхознанным и берет на свой баланс, перезает в ванн. Я так понимаю, алгоритм такой. Давайте мы пройдем все-таки, товарищи дорогие, посмотрим, что у Леонида. Леонид, здравствуйте! Здесь ведутся работы. Вот старый дом Леонида, в котором стоял котел КЧМ, я так понимаю, КЧМ уже стоял, да? С огромной жручестью, да, понимаете, представляете, сколько жрет КЧМ. И Леонид решил поправить свой семейный бюджет, скажем так, за счет более рационального использования ресурсов, в частности газа. Это так вот ведется. И в новом доме решает устанавливать, решает устанавливать... Вот подходит сам Леонид. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Вы, наверное, меня знаете, представители целого начальства газовой службы. Леонид, здесь стоял КЧМ у вас в старом доме, да? Да, КЧМ стоял, и теперь решили в новом доме поставить на стенный. На стенный? Ренай. Ага. И как домовладелец, домовладельцы, вот от момента подачи заявлений сколько прошло? Ну, это мы подавали еще зимой, начали решать вопрос, потому что мы знали, что это очень долгий процесс, но очень быстро решилось. Ну, то есть, к началу строительного сезона, фактически, не сказать усилиями газовой компании, да, а вообще из-за сложившихся обстоятельств у Леонида сложилось все благополучно. То есть, КЧМ у него сняли, сделали новую проводку, энное количество метров, да? А вот это все оплачивали вы сами, да? Да. Оплачивали сами. Ну, граница участка, это, конечно, это забота, конечно, всего домовладельцы. Давайте мы пройдем и посмотрим, что у нас творится в новом доме. Вот новый дом поставлен. Ага, вот идет новая газовая труба, кстати, покрашенная правильно в желтый цвет. Товарищи, а кто-нибудь мне может объяснить, почему? Я понимаю защиту от коррозии, да, почему желтый цвет обязывают красить? Нет, ну, по нормативке можно же цвет, красить любой цвет, даже можно в цвет многоквартирного дома. Если он идет транзитом по многоквартирному дому, то можно в цвет дома покрасить, чтобы не портить. Чтобы без общей эссетики не выгибалась. А так цвет газа наш, желтый цвет. Фирменный цвет. Фирменный цвет. Фирменный цвет газа. Ну, я замечу просто в темноте, наверное, приезжаешь, к примеру, к темноте на манипуляторе, к примеру, что-то разгружаешь и так далее, ну и, соответственно, оператору манипулятора будет видно. Давайте мы пройдем. Брусовый дом, двухэтажный, два полных этажа, веранда. Тут все как на стройке, тут не надо обращать внимание. Еще раз, как человек, который постоянно ведет стройку, я считаю, что еще у Леонида очень-очень-очень даже вполне так прилично. Ну, хор, я так понимаю, кухня, и здесь будет подсобное помещение. Вот, заходим сюда. Заходим сюда, и здесь идут работы по запуску оборудования. Новый насценный котел Риннайт. Леонид, почему выбрали Риннайт? Ну, он компактнее, и КПД, говорят, очень хороший. Да, КПД в районе 91-92, по-моему. И встроенный все там, и насос, и расширительный бачок, все, что надо, все там, ну, встроено. А работы по прокладыванию теплосеки, это кто провалил? Это по договору. По договору, часики? Да, часики. То есть, товарищи газовики, в случае с установкой котла можно обратиться на прямую часику, чтобы он... Да, рынок свободный, да, порядка, у нас уже 20, наверное, 15 организаций, которые могут заниматься строительно-монтажными работами по переустройству, в том числе сетей газопотребления. Соответственно, у них должен быть разрешительный документ в виде СРО. Ага, смотрите, допустим, если у человека стоит котел определенной марки, он решил поменять. А что он прежде всего должен? Он выбирает котел, потом идет к вам с тем, что вот я такой котел выбрал. Или как? Или наоборот, сначала идет к вам, а ему рекомендуют этот котел? Нет, он должен, наверное, прежде всего с проектными организациями проконсультироваться по объему своего дома, какой требуется ему по площади, по квадратуре, какой требуется вообще ему котел. Это нужно переговорить с проектной организацией, определиться, выбрать котел и, соответственно, уже с готовой информацией идти к нам за техническими условиями на переустройство. То есть, сначала, у вас же есть свои проектанты, да? У нас тоже есть свои проектанты. Свои проектанты, которые, ну, более, скажем так, прошарены, более продвинуты в этом отношении. Вот, и мы становимся свидетелем, как по адресу поселок Мархаду, такой-то, такой-то, производятся работы по установке нового котла Риннай. Я поздравляю, Леонид, кстати, все-таки запуск нового котла, это ни с чем не сравнимое ощущение, наверное. И, а такие шланги сейчас допускаются, да? Да, да, сертифицированные. Потому что многоквартирных же требуют серединовые шланги. Такие тоже допускаются, сертифицированные. Ага, то есть, здесь защита от статики и все прочее, все учтено. Диэлектрическая муфта установлена. Диэлектрическая муфта. Вот показывает. Вот, ребята подключают газ, счетчик заработал. Счетчик, кстати, требования какие-нибудь по счетчику есть? Да, счетчик подбирается, исходя из расхода газа, конечно. А, то есть, если у меня, допустим, до 5 кубов митров в час, то... Да, G4 устанавливается счетчик, G2,5. У него есть минимальное и максимальное потребление. А больше 5? Больше 5 другой счетчик ставят, разные счетчики есть. G2,5 пропускает определенный расход газа, G4 до 6 кубов пропускает. То есть, это все определяется, опять же, проектной организацией. Это проектная организация? Да, конечно, конечно. Хорошо. Можете прокомментировать, что сейчас делают ребята? Ну, вот сами здесь расскажут. Показания снимают? А, нет, они, видимо, какие-то утечки проверяют, да? Да, на утечки проверяют. Да. На утечки, потому что, ну, самое опасное, это, конечно, утечка газа. И в чем еще замечательное преимущество настенных котлов? Они берут воздух для камеры сгорания снаружи, благодаря коаксиальной трубе. И здесь не требуется городить отдельно стоящую котельную или отдельное помещение, из которого будет всасываться воздух, допустим, для напольного котла. Дальше продолжается работа, подключается питание. И сейчас мы станем в прямом эфире свидетелями того, что еще у одного счастливого домовладельца будет новый котел с более экономным расходом газа, да? И вся вот эта система отопления протянутой Леонидом, она заработает... Подпиточный насос. Леонид, а будете в систему наливать чистую воду, да? Да. Чистая вода, потому что на стенниках, ну, наверное, тоже Алена Сергеевна подтвердит, использование реагентов типа теплым домом и так далее, оно в на стенниках... Ну, не то чтобы категорически, но не рекомендует, согласны с этим? Ну, да. Да, потому что там очень... Куча мелких резинок и так далее, которые высыхают в гликоле, махом. Сам проходил. Все, идет подпитка системы. До одного поднимаем давление. Давление поднимается. Ой, я тут как спортивный комментатор. Поднимаем давление, ключ на старт. А рабочее давление, ребята, какое? Один и два где-то, да? Один. Один бар. Один бар, да? Ага. Ну, можете, в принципе, посмотреть обустройство внутренне стандартного настенного котла. Это теплообменник. Наверху вот стоит эта камера сгорания. Расширительный бачок слева. Насос стоит внизу. И плата управления. Там есть еще трехкодовой клапан. Трехкодовой клапан и какой-то клапан еще сброса. Это трусная клапан. Трусная клапан, потому что вот если давление поднимается, он сбрасывается. Ага. То есть взрывы котла не происходит? Нет, нет, происходит. Ага. Ну, в этом отношении еще раз говорю, настенные котлы более безопасны. Ну, мы продолжаем следить. Пульт управления, кстати, вот отриная. Видите, вот температура теплоносителя выставлена на 53 градуса. Ну вот, и монтажники УГРС продолжают подключение оборудования. Уже есть огонь горелки, да? Нет, нет, воздух идет. Воздух идет, да? Да, продувает. Продувается камера сгорания. Ну, а пока, Николай, мы обратимся к службе техприсоединений. Новые пользователи, мы же сейчас упоминали о том, что в послании президента оно упоминалось о бесплатизации полностью техприсоединений, получается. Когда граждане могут уже пользоваться этой привилегией, что ли? Ну, смотрите, да, сейчас мы в любом случае работаем в рамках нашего федерального закона, действующего. В рамках этого закона есть правило 13-14. Они действуют, и оно пока подразумевает оплату. Ну, по посланию президента было сказано четко, что, ну, внесено такое понятие, как «последняя милия». Это как раз таки, как сказал президент, в случае продвигания газопровода вдоль земельного участка подключения должно осуществляться не за счет заявителя. На сегодня, насколько я знаю, в Государственную Думу внесен законопроект, который вносит как раз таки изменения в этот закон. В ближайшее время этот законопроект выйдет в свет, мы с ним сможем уже однокомиться и конкретно понять, как механизм этот будет происходить, за счет чего будет финансироваться и так далее. На сегодня все-таки мы осуществляем подключение именно пока под действующим правилом. Пока они действуют, и они не отменены. Но по посланию президента до 2023 года все-таки его именно подключение должно быть полностью бесплатным. Все-таки это социальный проект будет и для, ну, как бы сказать, уменьшения нагрузки для населения в части подключения газа. То есть, если у нас сегодня первая годная плата, это 56 тысяч за подключение платят люди до 5 кубов, то это должно полностью быть бесплатным. Подъявительно он покупает тогда только котел и внутреннюю разводку делает. Это уже все зависит от самого потребителя. Ну, то есть, какой котел будет, какую систему, так и так далее, это все будет зависеть только от потребителя. Ну, в принципе, газовый служб готов к реализации вот этого масштабного проекта. Да, насколько сейчас... Дело в нормативах. Да, дело в нормативах, потому что сейчас есть действующая дорожная карта, которая включает 52 пункта, в рамках которой как раз-таки должен быть определен единый оператор, который будет заниматься вот этим всем. О, все-таки опять единый оператор. Единый оператор, да, ну, скорее всего, если по России это у нас Павел Газпром, то в республике, скорее всего, ну, будет Сахатранс-Эвтегаз, чьи сети все-таки, большинство его в сети это все-таки Сахатранс. Поэтому сам механизм пока, конечно, не отработан тоже, вот именно по выбору этого оператора, кто будет каким критерием подбежать от этого оператора. Ну, основная цель-то у Сахатранса все-таки у нас обеспечение надежности, беспреклойное поставки газа в население, а подключение это уже, ну, как сопутствующие мероприятия к существующим нашим сетям. Я понял. Просто этой информацией мы хотим предвоселить гражданам от того, что вот Путин сказал, значит, вы, скорее всего, среди массы населения, которые, ну, не до конца понимают, каком алгоритм дальнейших действий, будут те, которые будут приходить и требовать бесплатно, Путин же сказал и так далее. Поэтому я думаю, что до 2023 года все вот эти мероприятия, а пока, пока газовая служба осуществляет подключение газа, природному газу, ну, подействующим, скажем так, тарифам. И мы возвращаемся к работам ребят, которые уже есть огонь, можно взять вот этот огонь, да, и можно поздравить Леонида, пошел, пошло первое тепло. Тут уже пока не ощущается, да? Ну, ощущается. А, все, уже пошла. Это обратка, да? Да, обратка. Это обратка, это уже подача. Все уже на подаче, уже ощутимо тепло. И сколько там было выставлено? На 53 стоит, да, на 50. Ну, исходя из конструктива стен, исходя из типа котла, исходя из ширины даже вот этого в магистрале сетей, могу предположить, что сколько примерно может Леонид тратить месяц на зимние месяцы? Кто-нибудь может мне прокомментировать или это будет сугубо индивидуально? То есть, как бы, промерзает? Да, это все-таки, Дмитрий, сугубо индивидуально, все-таки зависит от утепления дома. Во многом зависит это от утепления дома. Ну, примерно, если так сказать, то не более, ну, не более 5 тысяч, это точно. В месяц? В месяц, да. В холодный месяц? В холодный месяц. Ага. Ну, дом, в принципе, где-то, ну, по 100 квадратов здесь, тут второй, а, нет, это только один же этаж, да, здесь? Нет, там два этажа. А, там мансардный, да? А, нет, он полноценный этаж. Полноценный этаж. А, тогда где-то в этом районе будет 5 тысяч, так и будет. 5-6 тысяч. Ну, примерно, да. Примерно, это сугубо, конечно. Это сугубо, да. Все будет зависеть, еще раз говорю, от качества даже строительных работ, качества монтажа окон, качества утепления пола, чердака, крыши и так далее. От многих аспектов, которые мы в следующих выпусках программы «Подводе» будем объяснять, показывать. Давайте мы пройдем более, скажем, светлое. Здесь уже, смотрите, в прямом эфире Леонид подписывает окончательные документы по… Ну, все. Поздравляем, Леонид. Спасибо большое. Уже потрогали тепло, на подачу ее тепло, 53 градуса. Поздравляю вас с новым котлом, с новым домом, с новой системой отопления. Ну, вот, товарищи прокомментировали, да, 5-6 тысяч, наверное, будет. А сколько вы платили вот за тот старый дом? За старый дом где-то 10 платили. 10? Там переплачивали, да, потому что там все улетало в друбу. Да? Да. Ну, вы осознаете, что дом нужно, вот тем более брусовый, да, это же 15-й, 18-й брус. 15-й. 15-й брус нужно очень капитально утеплять. Что, все равно будет еще обшивка? Еще обшивка будет. То есть дом на стадии строительства, подход мне очень нравится. То есть капитальное утепление – это залог того, что Леонид, будучи домовладельцем, за отопление своего жилья будет платить разумные деньги. Это самое главное. Поэтому на стадии строительства закладывать определенные средства в утепление, в защиту каких-то трасс, обеспечить качественный монтаж окон, дверей должен каждый человек. И нужно всегда к проверенным, скажем так, специалистам обращаться. Я благодарю специалистов компании «Сахат Транс» и «Нефтегаз» за то, что, ну, доходчиво имели. Мы с Аленой Сергеевной еще поговорим по тем аспектам. Мне вот предстоит же, еще раз говорю, замена оборудования, переустройство газовых сетей. Я думаю, и зрителям будет неудобно, допустим, стоял у меня определенный тип котла, я решил сэкономить, поставить новый тип котла. И мы поговорим. И в нашем инстаграм-аккаунте, который называется «Подворье, нижние подчеркивания, ЕК-24», то есть передача «Подворье», выходящая на канале ЕК-24, более детально мы распишем, каков алгоритм и так далее. Но Алена Сергеевна сказала, сначала идете в проектную организацию, там рекомендуют, исходя из площади, исходя из существующих теплотрасс, потому что есть момент такой, что отопление будет стоять, котел будет стоять в гараже, который в метрах 50, и там идет теплотрасс. С проектной организацией просто нужно сначала определиться, какое оборудование собирается стоить, какое вам обеспечить. А потом уже с этим заказать проект? А потом мы получаем технические условия на переустройство. Переустройство – это у нас как замена газоиспользующего оборудования, дополнительная установка или, допустим, газификация одного жилого дома, замен другого, как в данной ситуации у нас произошла. Получаем технические условия, делаем проект и обращаемся в строительные фирмы для строительно-монтажных работ. Все понятно, но тот, кто мне заказывал вот эту информацию, он сам поймет. И мы прощаемся до завтра. Завтра мы анонсируем с замечательным нашим артистом Анатолием Кириллиным, чайка который, да, обзор парапетного котла марки «Лембакс Патриот», который пережил одну зиму. Так что будет интересно, как ведет себя парапетный котел с коаксиальным забором воздуха. Смотрите завтра в программе «Подворье». С вами был Дмитрий Аргунов. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok